Всем привет, меня зовут Константин и это другая сторона. Один из подписчиков просил меня сделать ролик про шахты, и вот он. Но я решил объединить их вместе с пещерами и туннелями. Сегодня мы посмотрим жуткие видео, на которых необъяснимое было снято на камеру в шахтах, туннелях и пещерах. Ну что, вы готовы? Тогда начинаем! Шахта Эль Пасо Данный ролик от мужчины по имени Рауль Гарсия Агандо. Распереживавшись, отец отправлял его всем исследователям паранормального, чтобы разобраться, ничего ли не угрожает его сыну. Во время исследования старой шахты в Эль Пасо, штат Техас, его сын снял нечто пугающее. Сам об этом не подозревая. Посмотрим вместе. Когда камера снимает одну из пещер, мы можем увидеть пугающую фигуру. Парень, который снимал это видео, тогда ничего не видел. До того момента, пока он не посмотрел видео, у него не было страха за свое будущее. Но потом он рассказал все отцу, поскольку переживал за свою жизнь. Что удалось ему заснять на самом деле? Думаю, мы никогда об этом не узнаем. Фото призрака В следующем видео, мужчины Найшин, Гашин и Ядзуки отправляются в таинственную пещеру в поисках паранормального. Причиной посещения была фотография, которую им отправил их зритель. Он говорит, что сделал фотографию, на которой снял настоящего призрака в этой пещере. Втроем они зашли внутрь и начали искать место, где была сделана фотография. Когда они добрались туда, им случайно удалось запечатлеть что-то чертовски жуткое. Посмотрите. Мешины в этом доме я надеюсь, что signatures, не exactly? А-да-да-да-да. Мешины. О-да-да-да. О-да-да-да, смотрим, что интернет. И, по-моему, что-то было спешно. А-да-да-да. О-а-а-а... Докторка? Да-да-да-да-да... Обдакторка? Когда они втроем находятся глубоко в пещере и обсуждают, где была сделана фотография, что-то ужасающее появляется из-за скал и смотрит на них. Через несколько секунд фигура исчезает в темноте. Не понимая, что им удалось записать, они продолжают свое расследование. Когда они находят место, на котором была сделана фотография с призраком, Гашин решает остаться там один. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В одиночестве он переживает необъяснимые явления, а камера на телефоне будто улавливает чье-то лицо. И уже через несколько минут из глубины пещеры доносится пронзительный женский голос, что заставляет Гашина покинуть это место и вернуться к машине, где он узнал, что он не единственный, кто испытал что-то странное. Скорее, это место всей имеет прим GETTRA. Еще мы все другой реш В общем, я иду. Но я удачу, что я не могу сэкономить не сэконом. Но я впервые делаю. Я не знаю, что если не то, что они так много. Ну, как раз. Да, я впервые делал, что ты делал в 13 минуту? Да, как я сказал, что я думаю, что окей. Вдомоку тоже есть, но потом негативно. Согласно, это отличный вид, когда зимури. А раньше я все остался в том, что я все остался, и я борюсь с этим. Но я все остался в том, что я все остался в том, что я уже нахожусь. Я... Я все уже так и… Мясо... Угу Э? Э? Стоит швы отвертая Э? 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 Когда Гашин находится в пещере, а Найшин и Ейцуки в машине, вдруг кто-то стучит. Мужчины выходят на улицу и проверяют машину и местность вокруг, но никого не находят. А сейчас у меня к вам вопрос. Вы заметили, когда мужчина садится в машину, то за окном, прямо за ядзуки, видно бледное лицо, смотрящее на мужчин в течение нескольких секунд. Но когда мужчина слышит стук, фигура исчезает. Сами исследователи считают, что все, что они увидели в ту ночь, является чем-то паранормальным и необъяснимым. Ночь в пещере В данном ролике, который был найден на YouTube, мужчина по имени Мэтт отправляется в одиночку в пещеру, в которой, судя по городским легендам, обитает привидение. А автор ролика рассказывал, что он чувствовал, как за ним наблюдают. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Когда Мэтт находится в пещере, сначала ничего не происходит, но позже он начинает слышать звуки. Субтитры делал DimaTorzok 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 Призрак Пещеры Следующее видео родом из Польши А его первоисточник неизвестен Утверждается что исследователи Одной из пещер обнаружили призрака Который бродит ночью по этому Загадочному месту Посмотрите Мы можем на секунду увидеть, как невысокая фигура скрывается в одной из пещер. Нельзя разглядеть отличительных черт этой сущности, чтобы определить, что это было на самом деле. Также стоит отметить, что видео достаточно плохого качества. Тем не менее, зрители утверждали, что это мог быть человек-тень, который обитает здесь, и в эти пещеры заходить опасно. Часть скептиков сказала, что это мог быть просто ребенок. Айо, всем привет. Многие еще не знают, но я вам расскажу. Ага, и, и, погнали. Мистика и ужасы, и немного юмора. То, что варим, и в том месте лучше любого повара. Забудь и выкини то, что было у тебя вчера. Подумай о том, что у мира есть другая сторона. Когда плохое настроение? Как? Если ты еще не знал? Как? У нас есть телеграм-канал? Как? Не подписался? Проиграл? Факт. Фильмы на ночь, другие новости, легенды, мифы, мистические истории. Ты в этом шаге не делай у ворот. Будь как дома, не стой у ворот. Подпишись на телеграм. Подпишись на Телеграм Ссылка будет в описании, если ты еще не знал Ну и про YouTube тоже не забудьте Шахта В следующем ролике мужчина по имени Фрэнк идет в шахту Вы можете поставить большие места в тирк Д改ил к размягчатся из общей камеры Вы можете видеть почему-то эти стены Вам мешают ли они? Добавляю тихую камеру ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СТОПП. Ну, я не знаю. Это не звучит как wind, но... Это ужасно. Не знаю, что это за пирс? Я не знаю. Это звучит как снег. I've heard some weird stuff in mines, but that is definitely creepy. I don't know what that is. So let's get out of here and head back out to the portal. That was weird. I don't hear it. Wow, that was strange. Когда Фрэнк пробирается через старую шахту, что-то заставляет его оглянуться назад. Сначала он подумал, что это может быть ветер, но сильно ошибся. Когда он идет дальше по шахте, то слышит голоса, которые звучат так, как будто люди шепчутся. Фрэнк посещает шахту еще раз уже через несколько дней и сталкивается с чем-то паранормальным. Okay, here's a shot looking back towards the entrance. I'm a little bit further in and looking down the tunnel here. I don't know why that one chain is swinging back there. I don't know if you can see that in the video or not. Yeah, this mine definitely has a very spooky vibe to it. So I'm going to head back out and check out the other stuff that's here. This is just too wet, too muddy. And obviously something is making the chains swing. So time to get the hell out of here. I don't know. I don't know. I don't know. А как вы думаете, являются ли эти видео подтверждением паранормальной активности? Странное существо. Это видео было снято мужчиной, который поделился им после того, как отправился в поход и наткнулся на открытую пещеру, которую он захотел исследовать со своей овчаркой. Прошло совсем немного времени, прежде чем человек пробрался довольно глубоко в эту туннельную систему. И тут произошло странное событие. Посмотрите. Безликая фигура стоит вдалеке и, как кажется, смотрит на мужчину. Как вы могли заметить, собака также реагирует рычанием на это существо. Автор считает, что это еще одно доказательство того, что в пещерах живут неизвестные существа. Подземный бункер Следующее видео было найдено на итальянском канале паранормальных расследований. Группа решает исследовать старый подземный бункер. Местные жители утверждают, что слышали выстрелы и говорят, что в бункере обитают призраки солдат, которые погибли внутри бункера во время Второй мировой войны. Когда они исследуют бункер, то слышат странные звуки, которые доносятся из темноты. И вот, что вы понимаете, что вы понимаете, что вы понимаете? Да, я не знаю, что вы понимаете. Рага, что это было? Группа ситуации Группа ситуации Великая Группа Великая Эй, ки че? 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 Когда Паоло в одиночку исследует один из темных туннелей, он чувствует что-то перед собой. Затем, когда он направляет камеру вниз по туннелю, мы видим еще одну темную фигуру, которая идет в конце туннеля. Паоло видит ее и быстро бежит за ней, но когда он добирается до того места, то там уже никого нет. Более жутким видео делает то, что место, куда пошла фигура, полностью заблокировано обломками. Как вы думаете, они действительно смогли что-то запечатлеть из загробного мира? Репортаж Данный ролик, как пишут многие зрители, является доказательством существования паранормальных явлений. Это был простой новостной репортаж, документирующий старый туннель Факуати, который расположен в горах в Токио, Япония. По легендам, он населен привидениями и имеет репутацию одного из самых страшных мест по всей Японии. Новостная редакция услышала о старом туннеле Факуати с привидениями и сумела раздобыть жуткую фотографию женщины, которая, как говорят, скончалась в туннеле. И, очевидно, заинтригованная слухами о том, что в туннеле обитают призраки, новостная редакция отправила в туннель репортера, в сопровождении одного оператора, чтобы посмотреть, что они смогут найти. И вот, что им удалось заснять. Репортер явно напугана. Она решает сделать снимок в темном туннеле. Смотрите, что удалось заснять. В вспышке света от камеры можно увидеть таинственную белую фигуру, просто стоящую там в темноте. Мы видим фигуру только на доле секунды. И в то время, когда был сделан снимок, съемочная группа вообще не заметила фигуру. Является ли это доказательством того, что старый туннель Факуачи населен призраками? Как утверждают легенды? Туннели Брингсуэй Следующее видео, снято исследователем паранормальных явлений. Карл отправляется в туннели Брингсуэй, расположенные в Стокпорте, Англия. Туннели были построены в конце 1930-х годов и использовались в качестве бомбоубежища во время Второй мировой войны. Всего через год после завершения строительства туннелей, Стокпорт пострадал от сильных бомбардировок. Многим людям пришлось бежать в туннели, чтобы выжить. Но удалось это не всем. На видео Карл отправляется в одиночку исследовать эти туннели. По крайней мере, он думал, что один. Пой게 делается в песне. Я mono кем дальше. Θа но ещё сытir Rome. Я знаю чему ты не особ airного разумения grave, что я попу их не могу. Знаю, я зеркалу. Позор Pirати This is weird. It's all blocked off again. Right, I definitely can't hear anyone now. Yo, what the f*** is that? Hello? Hello? This is weird. Right, I'm literally on my own in these tunnels. This is really weird, because I've just let you come out of the corner and... No joking. I think I might have seen like a silhouette or something. Когда Карл идёт по туннелю, сначала ничего не происходит, но уже через несколько мгновений силуэт кого-то или чего-то быстро появляется в конце туннеля. Сам автор говорит, что он смог поймать настоящего призрака на камеру. Канализация Следующее короткое видео было найдено на YouTube. Оно было снято где-то в Афинах, штат Джорджия. Во время съёмок в канализационных туннелях на видео на камеру попадает что-то странное. Можно увидеть, как устройство едет по туннелю, а затем из ниоткуда появляется белая рука, которая выглядит нечеловеческим образом. Кажется, что она попыталась схватить устройство, снимающее видео. Пользователь, который загрузил это видео, заявил, что он понятия не имеет, что это было. Железная дорога Следующий искатель приключений решил отправиться в одиночный поход по районам Новой Зеландии по её старейшему заброшенному железнодорожному туннелю. Железная дорога с 1893 года предназначалась для соединения населённых пунктов, но стала жертвой финансовых неудач. К 1950 годам все надежды рухнули, оставив туннель забытым пережитком истории. Но его тёмные коридоры снова ожили, когда недавно он стал частью велосипедного маршрута. Взяв с собой фотоаппарат и верного пса Макса, Омега попытался раскрыть тайны этого давно заброшенного туннеля. Тебе, вот и вверх, 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 вверх. Макс! О, шеер! О, мать, дам, тропот. Я слышу какая-то чужина. Макс! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Сначала они слышат мелодию и находят источник ее звучания, натыкаясь на игрушку, жутко играющую с днем рождения. Не понимая, кто мог ее поместить в такое место, Омега кричит привет, но не получает ответа. Затем он поворачивает камеру и видит то, от чего кровь стынет в жилах. Можно увидеть жуткую фигуру, стоящую неподвижно, выглядывающую из боковых туннелей, наблюдающую за Омегой и Максом. Омега со страхом убегает из этого места. Увидев жуткое присутствие в туннеле, зрители были сбиты с толку и делились различными мнениями. Часть решила, что это была сущность из другого мира, другие утверждали, что это простая постановка. Вопрос в том, кто или что это было, остается загадкой для всех нас. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео из мира мистики. Также не забывайте про наш телеграм-канал. Мы активно растем и ждем вас. Ну что, свидимся в новом ролике. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok